Что нового? Какая оперативная ситуация? Это нормальная оперативная ситуация. Сейчас в данный момент перемирие. Поступают регулярные провокации со стороны украинских войск, чтобы мы открыли огонь и сорвали перемирие, и нас в этом обвинили. Мы стараемся задерживать себя, честно, стараемся. В данный момент вы тоже слышите, по аэропорту работает с воинской части города Авдеевки. Эта часть провокации. Ну а так, в принципе, все нормально, все хорошо. Как вы считаете, какие перспективы у этого перемирия? Я уже не рассказал, плохо это попахивает. Честно, откровенно говоря. Попахивает каким-то идиотизмом или заговором. Или это перемирие на руку украинским властям, но не нам. Сейчас очень много ходит слухов о том, что украинцы готовятся к прорыву, к массированной атаке. Мы готовы. Вот к вопросам. Будем накрывать тушенку очередную. Мы никого ничего не боимся. А шеврон их не новый понравился мне. Киборги. Красивый шеврон. Для дебилов подойдет. Вы не могли бы несколько слов сказать для мужчин, которые имеют хотя бы армию за плечами или тем более боевой опыт, но сидят в интернете вместо того, чтобы сразу собрать? Да, диванные войска вы имеете? Да, да. Да, ну что я могу сказать этим мужчинам? Понимаете, я учу своих людей, своих друзей, которые воюют, которые видят дорогу мощных мужиков, которые идут по улице, там, узайской походкой. И у моих ребят психологи в каком-то плане, нервничают. Он мог бы взять автомат, он мог бы это помочь. Бог судьи о каждом. Но если у мужчин есть какое-то достоинство, чтобы отстоять свой край, они должны взять автоматы в руки и прийти. Как вы относитесь с тем, кто в Крыму сейчас пребывает, в Ростове? Это личное дело. Это дело личное каждое. У меня есть свое мнение. Я рад, что у меня есть целый батальон отважного времени всех мужчинок. Я горжусь теми людьми. Я горжусь теми, кто со мной воюет со Славянска. Тот же даже министр обороны, тот же главнокомандующий Захарченко. С Крымом я знаком еще по Славянску. Захарченко я познакомился в Шахтерске. Так что есть настоящие мужчины. Есть мужчины с головой, мужчины, которые хотят и умеют. Я горжусь теми людьми, которые воюют со мной, плечо, плечо, как со мной. Вот тот же Восток, тот же батальоноплот, тот же Кальмиус, те же казаки. Ребята, может быть, они и какие-то батальоны не учатся только в активных действиях, как бы им хотелось. Но для этого есть свои резкие причины. Каждое время придет и все помогут друг другу. Например, так же, как же и батальон Моторолы. Мы воюем не первый день, и я вижу, кто к нам прибывает. Люди прибывают с желанием не отсиживаться, не просто одеть форму и нашить шевроны. Ну, действительно, хотят воевать впереди. А что эти мужчины скажут? Да ничего я не скажу. Бог им судья. Пускай им жены их не говорят и стыдят их. Но не мы. Готовы идти на Киев? Да, да, какой Киев? Киев это мало. Я сказал же, я уже говорил миллион раз, еще раз скажу вам. Львов, это минимум. Я хочу видеть Львов. Я хочу, чтобы все эти областя, которые посылают своих солдат против нас, почувствовали, прочувствовали эту ситуацию, когда бомбят города, когда они занимают обороты возле города, киометр 20, и начинают нас долбать. Так же и я хотел бы предоставить такую возможность жителям всех областей, которые против нас. Хотя, как показали выборы в Украине, я, правда, не слежу так сильно, но ребятам они показали мне. Оказывается, мы с Гиви Моторола даже на предвыборной компании поучаствуем. Это приятно. Изборченные бюллетени, жалко, что такое мало. Как вы вообще относитесь к результатам выборов? Да бред там сумасшедшего. Такие выборы есть и официальные. Там даже и 40% по-моему не было. А написали 90% или сколько там написано. Не верю я в это. Бред сумасшедшего. И опять лидируют те же блоки Порошенко, тот же Ярош недоделанный, который бандит и убийца. Уже и в депутатах. Ну как это понимают? Ну это цирк. Как вы вообще к психическому состоянию украинцев относитесь? Что-то не допускают такое? Голосу из этих. Реально жалко. Тупо жалко. Не то, что я говорю как их не брах им. Я говорю им как человек, который воевал, не воевал, а служил у Каньской армии. Который так же вместе с ними переживал все наши неудачи. Но теперь мне просто жалко. Просто они как слепые котята, к сожалению. Неужели у вас не хватает смелости, так же как Донецкая народная республика, Луганская народная республика, просто встать против этих идиотов и дебилов. Я по-другому назвать не могу этих людей, понимаете. Не могу. Реально не могу. Такой вопрос. В чем сейчас нуждается Сомали? Вот чтобы кинуть клич, допустим, тем же российским журналистам и так далее. В чем самое острое необходимость сейчас? Острое необходимость? Ну, в вооружение добавить. А так, да нет, в принципе, по большому счету, благодаря министерству, благодаря людям, которые хотят нам помочь из той же Москвы. Владимир Вольфович в день не выпреслал сегодня ночью мы про налет. Одна из них уже летает на передовой, вы сами прекрасно видите. Спасибо ему большое, я очень благодарен ему за такой подарок. Щедрый действительно подарок, потому что машины нужны, тем более такие Нивы сейчас впереди. У нас зима начинается. Знаете, как говорится, кто хочет, тот поможет. Чем? Кто чем сможет, как говорится. Теплые вещи ребятам нужны. Брать не буду. Да, нужны. Чем больше, тем лучше. Ботинки особенно, ботинки ребятам нуждают. Потому что размеры, которые приходят, маленькие. К сожалению. Или большие очень. А есть такие размеры, как 43, 43. Даже есть 38 размеры, извините. А с медикаментами как обстоит дело? Медикаменты, ну, медикаменты обезболивающие много всего, но не хватает и противовоспалительных. Это противогриппа, ангины. Вот такой вот, понимаете, вот серьезный такие вот. Сиропов не хватает, от кашля, например, те же капли в нос. Все это мы покупаем за деньги, которые выделяются в министерство. Потому что, ну, это реально не хватает, честно. В перчатах ребятам не хватает, шапок не хватает. Ну, такой вот, понимаете. Мы постоянно получаем гуманитарную помощь с разных городов. Из Самары, из Петербурга, из Москвы. Так что из Ростова получали неоднократно. Люди она знают, люди нам хотят помочь. Так что. Скажите, пожалуйста, как вы видите будущее бойцов после окончания войны? Кто они будут в республике? Надежная армия. Самая надежная. Армия, которая будет достоять, не будет носить просто камуфляж. А будет действительно с гордостью его одевать и с гордостью его отстаивать. И с гордостью будет отстаивать наш флаг. Наш народ. Это самое главное. И нашу землю. Такой немножко политический вопрос, если вы не против. Как вы относитесь к Новороссии как к самостоятельному государству или к воссоединению с Россией? Ну вы знаете, по мне, по мне, я могу вам сказать честно. Да я говорил же, что я буду скрывать это. Я очень сильно симпатизирую Путину, Медведеву и Жириновскому. И скрывать не буду. Я бы хотел, чтобы Новороссия вошла в Россию. Ну, это мое личное мнение. Я его не навязываю никому, ни своим ребятам, солдатам, ни окружающим, никому. А на выборах, я надеюсь, наши выборы сейчас будут, 2-го числа. Я думаю, люди правильно сделают выборы. Там выборы единственные должны быть. Только Захарченко. Больше никого я там не вижу. Захарченко действительно как мужчина, как отец, как командир, как даже товарищ. Он сказал так честно, может быть, конечно, это ромкие слова будут. Но когда он ко мне приезжает, у нас нет понятия, что он главнокомандующий, а я там командир отдельного батальона, что я подчиненный. Он приезжает, узнает какие проблемы и старается помочь из-за всех сил. Он, Кононов, я не буду это скрывать, да, я уважаю этих двух человек, которые действительно стараются. И это единственный кандидат, который не обещал золотые горы на предвыборной кампании. Я, например, он был в моем родном городе, в Иловайске. И когда сказал, что вы обещаете, он сказал, ничего, я вам не обещаю. Это правильный ответ, я считаю. Лучше не на словах, а на деле делать. И Захарченко, и с той категорией людей. И я уверен, что у него все получится. Шкурный вопрос, когда будем Херсон Николаев освобождать? Как только, так сразу. Подсказать берется все терпение. Я знаю, что даже не буду скрывать. Я общаюсь с людьми и с Запорожской, и с Херсонской, и с Днепетровской, и с Харьковской, и с Киевской области. Все нас ждут. Все очень сильно нас ждут. И поверьте мне, когда будем ходить в эти областя, люди уже сиденье не будут спокойно там. Они будут выходить и вступать в наши роды, и освобождать свои областя. И, может быть, я надеюсь на то, что Украины уже не будет. Никогда. Будет одна большая страна, это будет или Новороссия, или Россия. В общем. Можно пару слов для подполья, для тех, кто сейчас там остается, ждет, ведет работу какую-то? Ребят, ждите, мы будем обязательно у вас. Я вам даю слово. И мои люди будут идти. Да, в общем, мы зайдем точно. А там посмотрим. Спасибо вам большое. Спасибо.